Всем привет! Да, вот так вот бывает, переснимаем. Поэтому тебя в контре мутишь, а потом записываешь. Всех приветствую еще раз, уважаемые зрители и подписчики. Перед началом ролика хочу вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте, как обычно, проходит замечательный конкурс на вот такой вот красивенький дигл. Дигл Рельсотрон, около 150 рублей, как видите, он стоит. Из Counter-Strike 2, CS2, да, новенькой нашей прекрасненькой, в кавычках, игры. Народу участвует довольно-таки мало, шансы выиграть очень большие у вас, поэтому залетайте, участвуйте, кому все это дело интересно, ссылка будет в описании под этим роликом. Загляните в описании, перейдите, поучаствуйте в конкурсе. Также мы здесь разыграем ключи на игры, обещать, конечно, ничего не могу, давненько их не завозили, но, возможно, спонсор когда-нибудь дозакинет ключика на конкурсы в группе ВКонтакте. Также через ВКонтакте можно найти мою группу. На этом заканчиваю оповещение. Всем желаю приятного просмотра и всем желаю удачи в конкурсе. Также у нас здесь присутствуют отзывы победителей конкурсов. Все, всем удачи. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике будем с братом, ну как, он будет пробовать в первый раз три корочки обновленные соусом кальви. Вышли они месяца 3-4 назад, наверное, ролики на канале есть. Курица, кстати, соусом терияки, соусом кальви новая, вот эта. На канале у меня вышло недавно, буквально неделю назад, потому что в магазинах они появились недавно. Поэтому я китай брату фортанула, а вот семга и сыр соусом тартар. С этим соусом кальви новым. Он выходил уже довольно-таки давно и вышел в числе первых, скорее всего, сухариков. Так, ну чё, три корочки, поехали. Будем обе пачки открывать сейчас и тестить. Так, терияки я пробовал недавно. Мы пока припасём. Начнём, наверное, с тёмги сыром. Это можно было. Улица, наверное. Тёмги, всё, поехали. Покупал в магазине без названия. Около сорока рублей, что ли, стоит. Как-то того. Обе пачки. Запах. Есть ли изменения по запаху? Изменений по запаху нет. Работаем дальше. Кто у скальви? Вот такой вот. Изменений есть? Пошёл, выпью. Попробую. По цвету. Её нет ещё. Это меня, вы знаете. Решили дизайн даже не... Кальви. Французский соус. Только КДВ, который держит бренд три корочки. Она подписывала в 21 году ещё контракт. Не знаю, они заключили. Нет. Чтобы КДВ у нас в России делали эти соусы кальви. Так. Работаем. Открываю соус. Облизываю соус. Я раздеваюсь прямо здесь. Вот он, собственно, соус. Брат, повторюсь, пробует первый раз. Он ещё не ел. Поехали. Слебя вновь в соусе. Ты, зоро, ты, мой любимый, не оскорбляй. Пробуй. Задержь соус, ты можешь ложечку положить просто спокойно. Какое же говно. Они испортили сухарики. И соус не чувствуется. Соус хуже стал. Гораздо хуже. Соус говно. Об этом я, в принципе, и говорил. Сухарики хорошие, как раньше они. Они такие прям жесткие. Как дешевые говно. Я не помню, как он называется дешевые. Моё мнение. Есть на канале детальные обзоры. Смотрите. В этом ролике больше брат будет говорить. По поводу вкуса там и так далее. Изменений. Который раньше был. Дивильдей. Германский вроде. Соус. Германский. Да-да-да. Германский. Я называю германский. Германский. Типа германский. Торри. Так вот. Он. Более жидкий был. Как будто. Больше с водой размешан. Здесь же. Он более твердый. Твердый. Густой. Меньше воды. Густой. Я. Надо запомнить это слово. Чтоб потом. Говорить. Брови. Я забыл еще про это слово. Густой. Твоя оценка. У сухарики вроде по вкусу не поменялись. Ну сухарики здесь самый. Столус поменялся он не в Питере стал. Майонезный больше он не в Питере стал. Значит. Сухарики нет смысла давать оценку. Да. По соусу давай. Какая оценка из пяти. То что он есть хотя бы. Короче два из пяти. Два из пяти. Готовая. Знаете где он найти. Портили. Небольшая предыстория почему мы вообще. Обозреваем. Делаем обзор на цухарики. Потому что. Помню эти легендарные времена. В деревне. Включали Наруто. Покупали. Продолжаем. Курки нам внезапно залетели. Нормально. Но. Камары. Для меня это дефолт. Как бы. Не удивительно ничего. По поводу три корочки. Семга сыр. Соусом тартар. Оценку и мнение выслушали. Когда вы знаете диву найти. Дальше идет у нас три корочки. Курица соусом тарияки. А блин кстати я забыл историю рассказать. В общем то в деревне. Сколько это было. У меня же времени до хера давай. Это было. Ну. Четыре пять лет назад где так. Смотрели мы Наруто. Покупали. Старые как раз таки еще. Я помню желтые. Желтая упаковка была. Это курицы. Оранжевая. А не оранжевая. Нет не оранжевая. Желтая желтая. Оранжевая это потом уже. Смотри. Я сейчас покажу. Три корочки соусом тарияки. Вот. Ты не помнишь? Я понял. Я когда увидел я вспомнил точно вот такая же. Ну да. Сидели хавали. Смотрели Наруто. Наслаждались. Просто такой кайф. Господи. Еще кола была тогда. Да. Без санкций. О май гад. Вот это были времена. В общем-то. Три корочки. Курица соусом тарияки. С соусом кальви. Французским соусом. Поехали. Я в принципе плюс-минус догадываюсь. Кто будет? Пробуй. Этот соус все выкрыли. Просто сухарик сначала по вкусу. Да, ну соус ты сначала достал. Что? Они их испортили. Вкус? Как будто сухарики хуже стали. Не знаю, они противные. Что ли, мне это тут попался. Как шашлык. Ну что, по вкусу, как шашлык? Очень странный вкус. Я как будто раньше его не замечал в калипроса. Не знаю, но... По поводу моего мнения и обзора можете смотреть на канале. Так. Вкус поменяли сухариков как будто, да? Они жестче. Идем. Соус тарияки теперь тестить. Вкусняшка. Как же он языком работает, я не могу. По поводу соуса, опять претензия. Посмотрите. Обратите на это внимание. А чё с ним? А где начало-то? А, вон. Мало как будто, да? Как будто соевого просто разбавили сюда. Мало соуса. Да. Просто посмотри, вон там. Пустое место. Я низко себе... До хрена, блин. Там половины нет, можно сказать. Вот, я про это и говорю тебе. Вот видите? Ладно. Даже брат мой заметил. Переходим. Давай. Вылетай. Так. Вот так. Давай. Вот берем нормальную такую дозу. Как раньше жидкий, в принципе, нормально. Можешь еще раз пробовать? Это хорошо идет. Что-то лучше стало теперь. Можешь пока распробовать, потом дать оценку. Соус стал лучше. Он стал вкуснее. Это чувствуется. Либо у меня, я давно эту вкус принял. Фак. Вот, я помню, какой вкус был. Это вот сейчас, что-то между тем, что было, и то, что стало лучше. То есть, какая золотая середина. Ну, безусловно, они лучше стали для меня по вкусу. На канале позавчера сравнение выходило. Старого дизайна с новым дизайном. И там, в принципе, была только претензия к соусу. То, что его было мало. А так, вкус такой же. Ну, соус Хайнс против калью был. Соусы не поменялись. Торияки он и в Африке торияки. Дефолтный вкус. Поэтому по торияке вкус не менялся. Такой же вкус у соуса. Должен понять. Просто ее добавляют меньше. Погоню тартару. Тартару еще раз. По тартару все понятно. Соус явно измененный вкус. Явно. Абсолютно другое. От ряки нет. Тартар, он прям как майонез стал. Ну, я говорю. Пистый майонез. В комментариях. Люди мне кидали лишь предъяву, папа, от того, что... Верните соус Хайнс, старый американский. Потому что этот кальвин просто у нас. Я, в принципе, это еще в первом ролике с вами сказал, когда делал обзор. На новинку эту. Такого же мне не до сих пор кидал. Они убили, короче, этот тартар. Он гораздо хуже. Что, тебя? Переходишь на курицу? На курицу, ну, стою. Нелюбимый этот. Я этот вкус всегда ненавидел. Я всегда, когда мы брали под Наруто, я всегда говорю, все, мгут сыром больше берем. Вкуснятина. Мне нравится. Я соус от ряки кайфу. Да. Сейчас он гораздо лучше. По оценкам, в принципе, вы все поняли. На этом будем завершаться. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok